приветствую вас дамы и господа с вами варчик в этом видео разберемся с новым трейдином который стартовал у нас 19 января и закончится 26 января в 12 моска я расскажу вам самые выгодные обмены какие танки лучше всего сдавать и какие танки лучше всего себе выбрать в трейды не на обмен но вначале важная информация которую вам нужно услышать про трейдин танки из новогодних коробок которые выпадают их можно сдавать в трейды не но повторно выпадать они из новогодних коробок не будут если они один раз вам уже выпали они уже считаются как выпавшие все у нас снова доступно три варианта обмена один к одному это когда вы просто обменивать один танк на другой без каких либо доплат и потерь сдача танка за 70 процентов стоимости плюс доплата ну и старый древний способ где вы теряете 50 процентов и так если посмотреть на танки которые сдаются один к одному восьмого уровня то здесь абсолютные имбы редкие по типу кори и бр 75 fl 10 bz 176 бурас skoda t56 эти танки очень редкие очень имбовые да понятное дело что они могут вам не зайти вы можете не реализовать их может вам скилла не хватить или понимание что это за танки но в любом случае я бы лично эти танки не сдавал бы вы не найдете такой же имбовости и редкости танки в этом трейды не на обмен поэтому эти танки сдавайте только на свой страх и риск я бы так не делал ни в коем случае поэтому на мой взгляд обмен один к одному на восьмом уровне в трейды не мимо кассы да и в принципе танки которые сдаются за 70 процентов по типу там turtle mk1 тоже сильные и люди наоборот их в прошлых трейды нах только набирали час трейды не это так не взять тот же самый sus 30 pm за 70 процентов прожета 46 или и лс и в носты это тоже редкие сильные танки я бы за 70 процентов тоже особо не сдавал а вот за 50 процентов на восьмом уровне можно найти танки которые мы получили бесплатно в сборочном цехе или в марафоне или еще где-нибудь допустим тст на мой взгляд танк сильный но сложной в реализации поэтому если он вам не зашел и вы получили его бесплатно хотя там три жетона нужно было докупить за 2000 с хвостиком золота его можно взять чтобы получить скидку чтоб что-то себе выбрать другое но в целом если у вас хватает скилла и вы смогли его реализовать он вам нравится то тоже это этот обмен мимо кассы также можно сдать навсегда и забыть про новогодние танки но на мой взгляд новогодние танки тоже сильные и хорошие мне не все понравились каждый по-своему также здесь есть недавно добавлены в игру танки которые продавались просто в продаже или на аукционе vz 113 2 или vz 111 модель 6 если они вам не зашли тоже их можно сдать в трейды не всего лишь за 50 процентов но опять же этот обмен тоже не особо смотрится как-то выгодно но если эти танки вам не зашли у вас есть такая возможность и в принципе я так смотрю обмен в котором мы сдаем восьмерку в этот раз как-то тут прям чего-то интересного я не вижу никакой танк особо сильно сдавать не хочется только если он вам не зашел здесь уже на свой вкус и цвет здесь прям явно что-то порекомендовать сдавать я не могу а вот если мы перейдем на седьмой уровень то здесь уже есть явные кандидаты которые прям не то что могу порекомендовать а прям ну практически гарантирую что этот танк стоит сдать чтоб что-то хорошенько себе выбрать вот допустим на седьмом уровне по-прежнему супер халкет можно сдать за 5600 золота это даже больше чем сдавать восьмерку за 50 процентов поскольку супер халкет идет за 70 процентов это бесплатный танк подарочный который мы на халяву все получили каждый трейды но он присутствует здесь его можно выгодно сдать чтобы что-то получить вот это танчик наверное самый первый кандидат на то чтобы сдать это самый выгодный обмен даже лучше чем восьмерки вы будете сдавать поэтому если он у вас есть и он вам не нужен а я думаю что прям танк 8 уровня более нужные чем какой-то там супер халкет также т28 htc если он у вас есть это вообще танк за лбз зачем он вам нужен я без понятия это тоже очень хороший кандидат на то чтобы сдать этот танк но он всего лишь сдается за 4000 это уже не так выгодно как супер халкет но все же есть возможность также посмотрим танки какие можно сдать на шестом уровне супер чаффи танк который мы бесплатно получили я на нем немножко играл мне танчик не понравился вообще конечно играть на нем можно но лучше его сдать в трейды но он всего лишь за 3000 сдается всего лишь за 50 процентов это грустненький обмен но такая возможность есть поскольку все равно на халяву vk 3601 квк 41 7 с половиной сантиметров танчик который тоже сдается за 50 процентов 3000 нам дает золото это танчик мы недавно получили в подарок так сказать заслуженные награды танчик в принципе играбельный но на шестом уровне есть намного сильнее имбове танки поэтому если вы любитель по нагибать шестерки то я думаю что и там есть более интересные танчики этот можно сдать в трейды не ну и еще пятый уровень можно сдать тут есть м24 номер 594 его тоже можно сдать за половину и получить скидку 2250 золота но я на нем сыграл и мне кажется он сильный я бы его оставил лучше поиграть но если он вам не нужен пятый уровень вы можете его сдать но 2250 не так уж много стоит ли того оставлять сильный танк пятого уровня или сдать за всего лишь 2250 решайте сами также есть еще amx 13 fl 11 это французская лтшка пятого уровня тоже за 2250 бесплатная лучше наверное и и сдать потому что м24 как-то посильнее смотрится там пушка прям нормально так наваливает ну и в принципе все это все танки плюс-минус которые я рекомендую сдавать вроде бы я никакой танк не пропустил я надеюсь но давайте разберемся а какой танк выбрать чтобы получить в трейды не на пятом уровне я прям что-то сверх интересного не вижу на шестом уровне есть неплохой танк стрв м4257 не про броню танк не особо про скорость но про удобную пушку с барабаном очень точно и стабилизировано и хорошо опускается это я могу порекомендовать также еще японский тигр шестого уровня но насколько я помню его можно взять за боны лучше уже взять за боны чем тратить на него в трейды не танк еще и золото на седьмом уровне неплохие танки и л7 ставим турбинку стабилизатор досылатель и ездим нагибаем принципе танчик по параметрам один из самых сильных на седьмом уровне единственный минус у него он очень медленный танчик принципе неплохой вот мы и дошли до восьмого уровня самое интересное что можно взять на восьмом левеле и здесь есть у нас несколько таких разделов танков которые можно взять хорошие танки которые можно взять за боны т-34 и mxm4 мл 49 хорошие танки которые уже апнули такие как cdc тот же самый т-34 неплохие старые танки ланцин c в с 121 ft ну и танки которые апнут в следующем патче который будет 24 января такие как револьверис и т-25 пилот 1 в принципе выбор есть и выбора много револьверис французский средний танк 10 градусов вены плохая броня так себе скорость но неплохая точность стабилизация и альфа на восьмом уровне как для среднего танка револьверу апнут обзор на 10 метров будет 400 а также пробить и специальным снарядом было 250 будет 270 что уже как бы неплохо основным снарядом пробить и было 200 будет 236 и это уже хорошо поскольку пробить и 200 но явно не хватало и теперь можно конечно взять револьвер чтобы на нем пофармить серебра но у револьвера есть еще и другие проблемы он медленно ездит он высокий и у него нет брони в принципе вообще поэтому этот танчик становится более актуальной для тех у кого он уже есть а вот чтобы его прям в трейды не брать ну пока так себе я на нем конечно в следующем патче поираю вам покажу во что он превратился я пока на нем не сыграл не могу прям с уверенностью сказать что он будет им бой поскольку но это просто увеличение пробития остальное принципе весь танк остается такой как был просто он теперь стабильнее будет пробивать до этого в рандоме их не было уже очень давно поскольку ну на нем реально душно играть еще какой танк могу порекомендовать взять в тройды не конечно же т-34 американский тяж восьмого уровня но его можно взять за бон и если у вас есть бон и я рекомендую настоятельно прям взять этот танчик его очень хорошо обнули там и перезарядку об 0 и сведение там что-то там еще на поле танк играется очень хорошо да он ошибок не особо прощает но поиграть через рельеф от башни можно до крыши конечно пробивается но вы ставится стрельнуть и спрятаться лобовой брони в принципе для этого достаточно очень классная пушка огромное пробитие хорошая альфа хорошие увн и какая-никакая броня в башне есть хоть и крыша пробивается также бортиком можно немножко потанковать только сильно не перекручивайте мне очень сильно нравится тетр 4 как он сейчас играется раньше он мне не нравился но сейчас я на нем на новый год очень много серебра нафармил мне лично очень легко и приятно играть поэтому я этот танк рекомендую особенно за боны тем более за боны вообще прям в первую очередь брать также есть еще здесь amax m4 49 который после апа хорош но его лучше брать за боны и брать после 3-4 примерно так также здесь есть еще amax cdc его можно взять после апа он очень сильный но его можно брать только статистам ошибок он не прощает он стал намного шустрее он стал намного дпм не это реально очень сильный танк в сильных прямых руках если вы игрок слабый ниже среднего или средний даже вы даже не заглядываетесь на это танчик этот танк поймут только статисты если вы не статье стою забудьте это сейчас просить 10 вы ничего не слышали также здесь есть т-25 пилот 1 1 наверно из худших средних танков 8 уровня его в следующем патче тоже апнут у него будет пробитие не 208 а 243 такого жесткого апа в пробитии я вообще не припомню за всю историю танков урон такой же останется 240 скромненький также подрастет скорость полета снаряда будет 1100 и мне прям интересно покатать на этом танке во что он превратится также специальный снаряд пробивал 268 а будет 280 у этого танка хорошая точность стабилизация сведения он очень комфортный в стрельбе но пробитие было вообще никакущая так еще и альфа малюсенькая ему еще улучшает мощность двигателя была 530 будет 660 так еще и перезарядка была 7 8 а будет 69 почти на секунду и обзор на 10 метров будет 400 танк очень жестко апают но опять же я на нем пока еще в аппе не играл во что он превратится посмотрим также еще добавили ланс нц неплохой танчик не про броню а про дпм маскировку у венчики неплохой танчик пробития конечно ему немного не хватает может немножко стабилизации бы побольше но в целом танк неплохой также из хороших здесь есть еще в ссу 21 ft хорошее пробитие у этой птшки китайской альфа дпм маскировка еще и лобовая броня неплохая есть не прямо жесткая но есть единственная проблема у этого танка это очень плохая стабилизация вот принципе все танки интересно я перечислил которые можно взять в принципе вот такой вот трейд-ин на мой взгляд здесь есть и что сдать выгодно для себя и есть из чего выбрать неплохой трейд-ин у нас в январе получился пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока а и Продолжение следует...